Еще на шаг ближе. Европарламент приступает к финализации без визы для Украины. Голосовать депутаты будут завтра, а сегодня проводят дебаты. Аргументы за и против. Слушать готовится наш корреспондент в Страсбурге, Елена Абрамович. У нее расспросим все детали. Лена, здравствуйте, расскажи, как настроены парламентарии и хватит ли завтра голосов, и когда же нам ждать без визы? Дискуссия по украинскому вопросу должна начаться с минуты на минуту. Не обошлось и без сюрпризов. Буквально незадолго до начала дебата в зале прозвучала пожарная сирена, и всех попросили выйти. Потом выяснили, что это была ложная тревога, и депутатов попросили вернуться на рабочие места. Докладчик по украинскому вопросу объяснил нам, что не стоит ничего бояться, большинство аргументов будут за Украину. Будут несколько реплик и против. Депутаты будут говорить о миграционных угрозах. Но это обычно представители крайне правого и крайне левого крыла, которых среди 750 депутатов в Европарламенте около двух-трех десятков, и они не строят погоды. Обычно же все резолюции по Украине и все голосования проходят большим большинством, чего стоит ожидать и завтра. Кроме того, перед голосованием также проведут флешмоб, выйдет группа депутатов, которые поддерживают Украину и еще раз покажут свою поддержку для граждан Украины. Когда же ждать без виза? Михаил Бони, который есть докладчиком по украинскому вопросу, сказал, что стоит этого ожидать не ранее, чем пройдут выборы во Франции, но бояться ничего не надо. Прошу послушать его. Сенат Нидерландов будет голосовать в начале апреля. Также планируются выборы во Франции. Окончательно подписи поставят после этих выборов. И не потому, что решение может быть изменено. Но мы бы не хотели, чтобы вопрос о визовой либерализации с Украиной использовали как инструмент в политической игре, политической борьбе во Франции. Это не... Другой план. Но все же прогнозируют победу Эммануэлю Макрону. Если выиграет он, то уже в середине июня без виз для Украины должен заработать. Я же напомню о том, что без виз не дает права работать или проживать в странах Евросоюза. Касается он лишь туристических поездок на срок до трех месяцев в течение полугода. Лена, спасибо. Елена Абрамович была на связи из Страсбурга.